Здравствуйте, меня зовут Александра Бондаренко, я детский и семейный психолог и дважды мама. Сегодня второй раз провожу этот прямой эфир, потому что первый немножечко не удался по техническим причинам, но я сейчас попытаюсь вам уже со звуком рассказать то, что вам хотела. Пожалуйста, пишите свои вопросы и комментарии, в течение сегодняшнего дня и завтрашнего дня буду отвечать на ваши вопросы и комментарии по поводу адаптации и подготовки ребенка к посещению детского садика. Я считаю эту тему сейчас именно важной, в мае, потому что большинство детей все-таки идет в детский садик в конце августа, в сентябре, наборы новых групп идет. И как раз сейчас хороший период, чтобы начать подготовку ребенка к детскому садику, чтобы в сентябре это не было для него стрессом, мучением и все-таки год в садике прошел благополучно и ребенок смог адаптироваться к детскому садику. Потому что действительно, если родители не тратят время и усилий подготовить ребенка к адаптации к детскому садику, то иногда даже приходится откладывать на несколько месяцев, а потом на полгода посещение, что бывает не всегда удобно. Либо это связано с огромнейшим стрессом, как для ребенка, так и для мамы. Поэтому сейчас мы начинаем подготовку в мае уже, чтобы в сентябре у нас было радостное и веселое времяпрепровождение в садике. Что первое нужно начать делать? Это, конечно же, поиск садика. Тот, который вам нравится, удовлетворяет по вашим критериям. Также очень важно, чтобы вам подходили воспитатели и атмосфера в группе. Мой способ, да, это я приходила в детский садик, разговаривала с воспитателем, смотрела, как они работают, и таким образом я выбирала. После этого я только шла уже к заведующей, к медсестре, чтобы уточнить детали поступления в детский садик. Иногда, конечно, можно по-другому, да, если есть выбор. Иногда здесь уже от вас зависит, да, но очень важно, чтобы вы выбрали тех воспитателей, ту группу, которая вам подходит по стилю общения с ребенком, по наполняемости группы, по тому, как воспитатели реагируют на те или иные моменты, да, чтобы в каком-то степени они где-то были похожи на вас, на ваши методы. То есть, если вы лояльны, то и желательно, чтобы воспитатели были достаточно лояльны. Если у вас строгий стиль воспитания, то и желательно, чтобы стиль воспитания воспитателей был тоже достаточно строгим. Да, для чего это? Потому что ребенок тогда понимает, чего от него хотят и что от него ждут, да, ему будет легче перестроиться с мамы, да, на воспитателей. Я прям со своим ребенком приходила на прогулки, просила, можно мы погуляем, да, то есть для меня было важно не только даже в атмосферах в группе воспитателей, но вообще в детском саду. То есть я где-то с месяца наблюдала за всеми воспитателями, да, то есть не кричат ли они, да, на детей, не ругаются, да, как дети вообще разговаривают. Если я вижу среди них каких-то тревожных детей, замкнутых, да, как воспитатели с этим поступают, да, то есть очень важно смотреть вообще атмосферу в детском садике. Следующее, что у нас было, да, это мы начали ходить на прогулку, то есть я выбрала воспитателя, выбрала группу и договорилась, что 2-3 раза в неделю мы приходили на утреннюю или вечернюю прогулку с детьми. То есть мой сын Дима, которому вот было 3 года, он, что это дало, да, он знает, знал уже всех своих одногруппников, он знал воспитателей. То есть к моменту того, как он пришел в саму группу, да, и начал там оставаться без меня, он знал уже по имену своих друзей, он знал, с кем ему интересно играть, с кем не интересно играть, в какие игры можно играть. Также он знал стиль воспитания самих воспитателей, да, и как их зовут, что с ними можно разговаривать, нормально общаться, что они безопасны. Было в этом плане достаточно спокойно и хорошо. Отдельно хочу сказать про свое поведение на детской площадке, когда мы только гуляли. Я заняла такую позицию отстраненную, да, я то есть смотрела только со стороны, да, как мой ребенок общается, гуляет. Если ко мне какие-то были вопросы, он просто подходил, я отправляла его к воспитателю, говорила, все здесь, на территории садика воспитатель главный. И все вопросы к нему, то есть тоже нужно понимать, чтобы ребенок привыкал обращаться, да, не бояться со своими просьбами, да, и учился общаться с посторонними людьми, не с мамой, не с папой. Следующий шаг, который я предприняла, тоже за несколько месяцев до нашего прихода в детский садик, мы записались на плавание. Для чего это нужно было? Для того, чтобы мой сын Дима привык, что есть какой-то режим, что есть какие-то обязанности, а также есть посторонний человек, да, в частности в нашем случае это тренер, который, который нужно слушаться, который, главное, да, не мама, и который может как-то на тебя там воздействовать, уговаривать, да, общаться с тобой, да, чтобы ты что-то выполнил, то есть искать к тебе подход. Честно, у нас это было сложно достаточно, опять же, потому что пришлось переделать наш график, про график отдельно хочу сказать. И мы два месяца посещали плавание, да, где Дима достаточно успешно учился плавать, да, он находил контакт с тренером, с другими детьми. То есть для меня очень было важно вообще понять, что дать ему понимание, что есть какие-то у него обязанности, что в какие-то определенные дни мы встаем, и у нас есть график, да, что мы делаем, что мы обязательно куда-то идем и там чем-то интересным занимаемся. Также это, знаете, помогло нам узнать дни недели, что такое завтра, позавчера, вчера, там, дни недели по именам, да, то есть Дима начала понимать, да, что сегодня вторник мы пошли на плавание, да, и мы пойдем в следующий раз через день, в четверг. Это тоже такой вот развивающий момент был. Дальше, что мы сделали, это очень важный режим дня, то есть даже не за два, не за три месяца, а мы даже, наверное, за полгода начали преобразовывать график дня Димы, да, и всей семьи, в частности, под садиковский, да, мы четко понимали, что ребенку нужно к восьми уже быть в садике, полдевятого завтрак, дальше прогулка, сон, вечерняя прогулка, да, и домой. То есть примерно мы так и строили наш график домашний. Для этого нам пришлось железно утвердить наше время дневного сна, то есть в час Дима должен был уже лежать в кровати, а также очень важно было укладывать его вовремя, да, то есть не позже девяти часов вечера. Еще очень хороший был момент в этом, что Дима начал учиться понимать по часам, да, я не говорю о том, что он прям знает, который час сейчас и может ответить, но у него есть примерно положение часов, стрелок часов в пространстве. То есть он понимает, когда час дня, и мы подводим его к часам и говорим, час дня надо ложиться спать, на девять часов вечера надо ложиться спать, а полдевятого утра надо кушать. Да, то есть и он запоминает это время, да, то есть в три года уже неплохо он может понимать, да, который сейчас час, да, и что дальше следует. То есть это такое вот, у него привязка к часам была. Также по поводу еды, да, очень важно, чтобы ребенок мог кушать то, что дают в садике, да, это продукты питания, это в основном каши, это супы, да, это какие-то пюре, да, то есть мы постарались, чтобы ребенок точно знал, как бы, что можно кушать, да, и что если он сейчас не поест, то дальше ему придется достаточно долго времени ждать, да, и никакой еды не будет. И также мы не кормили его с ложки, да, уже очень давно, то есть если он скапризничал, не хотел сам есть это, значит, не хочешь кушать, пожалуйста, да, но ты понимаешь, что тебе никто не будет не угождать и никто не будет кормить насильно, да, вот, но придется ждать до следующего приема пищи. Также никаких мультиков и танцев с бубом вокруг еды, то есть поел хорошо, не поел тоже хорошо. То есть это такая ответственность ребенка, да, также мы его учили самостоятельной игре, да, чтобы находить само занятие, выбирать сюжет, да, там, смотреть книжки, это очень важно. Также мы приложили огромное количество сил, чтобы научить его одеваться самостоятельно и поход в туалет, да. Да, очень много было потрачено усилие на то, чтобы научить Диму общаться и дружить на детской площадке. То есть вот эти моменты, да, пригласить кого-то в игру, да, познакомиться с кем-то, сказать свое имя, да, предложить игру, поделиться игрушками, да, или забрать свою, дать сдачи. Да, это все отрабатывалось вместе со мной на детской площадке, когда он еще был как бы маленький. И когда он пришел в детский садик, с этим проблем не было, потому что у него были четкие механизмы, четкие отлаженные модели поведения, что он должен, зачем говорить и что за этим будет. То есть он чувствовал себя компетентным. Вообще это одно из самых, наверное, важных составляющих похода ребенка в детский сад, это чтобы ребенок чувствовал себя компетентным в новой обстановке. Да, поэтому очень важно, вот этот стиль общения в саду и стиль общения дома, это должно быть две одинаковых модели, приблизительно похожие, да, чтобы ребенок понимал, что одни и те же условия, одни и те же требования, и я понимаю, почему это происходит, что за этим будет, да, и как я себя должен вести. Тогда у него уменьшается тревожность. Следующий наш шаг, это было, естественно, привезти ребенка в детский садик, да, то есть мы спокойно, так как он уже знал группу, он уже знал воспитателей, мы, кстати, ходили до этого на праздник, то есть он посмотрел, как детки выступают, он попытался даже поучаствовать в общем круге. Вот, то есть для него садик это было действительно что-то вот интересное, необычное, но мама была рядом, и мы так несколько раз посещали его, так, чтобы я никуда не уходила, то есть мы приходили на мероприятие и уходили вместе. Потом пришло время все-таки его оставить, и он с удовольствием остался. Знаете, первую неделю он очень хорошо ходил в садик, действительно, это было такое место ему, где все интересно и замечательно, да, и то, что мама отсутствовала, он знал точно, что я приду, да, и что там безопасно. Потом, естественно, вторая неделя, это кризисная неделя, да, то есть даже самый подготовленный ребенок будет чувствовать, ну, некоторый дискомфорт, да, в новой обстановке, да, то есть уже вроде бы все и узнал, да, и хочется обратно вернуться. Это нормально, да, то есть здесь просто нужно родительское принятие, хорошее отношение, рассказывание о детском садике, о воспитателях с положительной точки зрения, да, то есть очень важно акцентировать свое внимание, что там хвалят, там интересно, там весело, там другие дети, да, и ты приходишь домой, и я вся твоя. То есть очень важно показать ребенку, да, что это значимость этого места и этого проведения, местопроведения в садике, что в садике это его жизнь, да, мама своя жизнь, да, и когда вечером мы приходим и встречаемся, то мы друг друга максимально уделяем время, да, то есть наобниматься, нацеловаться, наиграться вместе, да, поделать что-то вместе, да, чтобы ребенок, да, получил того, чего он не получил. То есть большая ошибка будет прийти, привезти ребенка в садик, да, и начать заниматься своими делами, да, то есть, по крайней мере, пока у вас не будет адаптации полной вашего ребенка, да, и вас тоже к детскому саду, то стоит вечернее время полностью уделять ребенку, чтобы он не чувствовал себя покинутым и несчастным, заброшенным. Очень важны, знаете, работы именно с воспитателями. Часто наблюдают такую картину, особенно если вот воспитатели старой закалки, да, они очень сейчас и с родителями тоже прогоняют родителей, да, когда там хотят родители нормально пообщаться, да, проводить своего ребенка, сказать до свидания, да. То есть, и родители, знаете, впадают в такое детское состояние, ну, как бы это же воспитатели, это же вот тот человек, который все знает, да, его нужно слушаться, да, как нас учили в детском саду. Вот, и соглашаются уходить. У ребенка в это время большой стресс, да, когда его вроде бы заинтересовали в саду, да, но тут мама исчезла, да, и для ребенка это вот крах вообще мира. И очень важно понять, что у ребенка нет этой логики, что мама ушла просто домой, занимается там своими делами, да, для него мама не попрощалась, он не видел, как она уходила, не видел, как она закрывала дверь. Вот, значит, она внезапно исчезла, и в то же время она также внезапно, она появится вечером, да, то есть ребенок ничего этого не может контролировать, и у него целый день чувство тревоги, да, что он не понимает, что происходит, да, и как на это он может повлиять. То есть, опять же, у него нет компетентности в этом мире, поэтому мы всячески должны давать ребенку понимание, да, что мама никуда не девается, что она прощается нормально, даже если ребенок в это время плачет, да, то он быстрее успокаивается, если он видит, что мама медленно уходит, да, что она нормально, в нормальном состоянии, да, она машет, она улыбается и говорит, что она придет, да, то есть, заверения, что мы с тобой увидимся, там, через час, через два или вечером, они очень важны, и ребенок с этим живет, с этим ощущением, с этим ожиданием целый день. И также внезапно мама не появляется ниоткуда, то есть он знает, что после какого-то ритуала, например, после сна, да, сразу, или после прогулки мама сразу появится, то есть он это время ждет и понимает, что сейчас что-то случится, да, хорошее, да, мама появится. Поэтому не надо идти на поводу у воспитателя, да, прощайтесь грамотно со своими детьми, так, чтобы у них не было ощущения внезапности покинуть, то есть это очень важно, особенно с детьми, если вы отдаете в садик в полтора, в два года, да, когда у них ощущение, картина мира очень нестабильна. Если в три-четыре, да, то ребенка уже есть и опыт расставания с родителями, да, и какое-то вообще понимание мира, да, то есть тут легче, ребенок уже как бы проще справиться со своими эмоциями, да, но в то же время в более прозднем возрасте это может быть уже такие глубокие личностные обиды на родителей, да, затаенное злоба, поэтому тоже этого делать не надо. То есть, что я хочу вам донести, да, то есть садик, да, это не, как бы, не необходимость для ребенка, на самом деле, это необходимость для взрослых. Поэтому необходимо как можно больше приложить усилий, чтобы ребенок приспособился к этому месту как можно более быстрее и комфортнее для себя, потому что три или четыре года посещения садика должны приносить ему радость, удовольствие. Как говорят нейропсихологи, ребенок и вообще взрослый может учиться только в состоянии безопасности. Если он чувствует комфорт, удовлетворение, то тогда он может усваивать эти знания, да, как и социальные, так и когнитивные, то есть математика, чтение, буквы, знания о мире, да, то есть нам нужно обеспечить так, чтобы ребенок в садике чувствовал себя безопасным, то есть он знал, что мама рядом, да, пускай даже ее вот физически нету рядом, но она в сердце. Для этого, кстати, очень хорошо подходят какие-то игрушки, амулеты для детей, чтобы ребенок в минуты душевного неспокойства, он мог к этой вещи обратиться, обнять ее, да, и почувствовать тепло маминой заботы. Пожалуйста, пишите комментарии, спрашивайте, буду с радостью отвечать, писать. Все хорошего, заботливые родители. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok